Тема религии – это очень сложный вопрос, который порождает споры даже между учёными, потому как одни и те же исследования, проводимые учёными, приносили различные результаты, во многом зависящие от того, какие цели они преследуют, что в результате хотят увидеть и во что верят сами. Тут стоит сразу предупредить, если на канал случайно попал глубоко религиозный человек, то дабы не оскорбиться можете сразу закрыть видео, потому как тема ещё и весьма опасная. Хотя я и не имею цели оскорбить или унизить чьи-то чувства и уж тем более не желаю какой-либо вражды, но надеюсь меня правильно поймут все слушатели, потому как некоторые страны практикуют суровые наказания за инакомыслие даже вопреки своей конституции. Помимо этого, также тех кому нравится слушать похожие темы в стиле Джорджа Карлина, я тоже разочарую. Тем не менее, почти за 100 лет изучения в этой области появились маломальские и достоверные результаты с учётом множества факторов, которые ранее не учитывались или учитывались не в полном объёме. Для начала стоит отметить, что под понятием веры будет подразумеваться религиозный термин, а не просто вера к какому-либо факту из обыденной жизни. Потому как многие парируют с помощью определения для терминов. Что также важно, потому как и вера в теорию эволюции тоже может быть слепой. Религия и интеллект Итак, сами исследования в последние годы подтверждают обратную связь между интеллектом и религиозностью. То есть, чем выше у человека интеллектуальные способности, тем он меньше склонен верить в Бога и наоборот. Но не каждый атеист является мудрецом и не каждый верующий глупцом. А также тут сразу стоит отметить, что если человек утверждает, что искренне верит в Бога, то это не всегда является правдой. Очень часто так просто выгодно себя позиционировать. Для поддержания социального положения или в политических целях. Многие священнослужители, судя по поведению, тоже верой не особо наделены. И этот эффект дает погрешность в исследованиях. Так как люди с высоким интеллектом пользуются имитацией веры в личных интересах для доминирования и получения материальных благ. Существует кстати мнение, что законодательные ограничения связанные с ответственностью за оскорбление чувств верующих, принимались далеко не глупыми людьми и с определенными целями, но это лишь мнение. Также очень сильно в этих исследованиях прослеживалось влияние стран с политически навязанным атеизмом, когда атеистами были и люди весьма не обремененные интеллектом. Однако в таком обществе образование приносило наибольшие плоды. То есть оно было более эффективно, чем в обществе, где религия играла не последнюю роль. Кстати многие полагаясь на уровень образования в прошлом, предлагают восстановить эти методы в современном обществе, не понимая ключевых различий, которых уже не вернуть. В общем, учитывая все эти критерии и множество исследований, всё же подтверждена чёткая взаимосвязь между религией и интеллектом. Наука и религия Также существует связь между различными науками и религией, так как количество учёных, склонных верить в Бога, зависит от того, какую науку они изучают. Наименьшее количество верующих отмечается среди физиков, химиков и биологов, а наибольшее среди психологов и медиков. Хотя в целом учёных среди верующих вдвое меньше, чем среди того же количества людей, не связанных с наукой. Здесь тоже разыгрываются нешуточные споры, когда при опросах само их содержание не раскрывает всё множество представлений о вере у учёных. Но на то они и учёные, чтобы более широко мыслить. Кто-то верит в традиционные религии, кстати таких среди учёных практически трудно найти, их около 8%. А кто-то верит в разумный замысел, вечную жизнь или в различные смеси религий и науки, которые популярны в последние десятилетия. Это и влияет на результат. Поэтому существуют разные цифры, но то, что учёные меньше склонны к вере в Бога и среди них большее количество атеистов, это факт, который признан всеми. Религия, теория эволюции и естественный отбор очень тесно коррелируется степень религиозности людей и понятие теории эволюции. Чем более религиозный человек, тем он менее склонен доверять теории эволюции и изучать её. Это кстати и тесно связано с уровнем образования. А в последнее время учёные немного изменили тактику вопросов и в варианты с ответами были включены и различные околонаучные теории эволюции, связанные с новыми религиозными течениями, что дало возможность определить, что не все религиозные люди склонны отрицать теории эволюции в полном объёме. Также учёные заметили, что если в вопросах о теории эволюции акцент делать не на эволюции человека, а на эволюции растений, то число её сторонников возрастает, что подтверждает внутреннее желание человека быть более возвышенным над природой. Также есть взаимосвязь между восприятием теории эволюции и политическими взглядами. Но тут всё достаточно просто и зависит от электората, на который настроен тот или иной политик и в какой среде вращается приверженец политических взглядов – уровень образования и теории эволюции. Очень спорным до недавнего времени было и изучение степени принятия эволюции и уровня образования, потому как в прошлых опросах в основном задавались конкретные вопросы, на которые можно было дать ответ только «да» или «нет». Но в последних исследованиях изучалась также и степень неосведомлённости человека в теории эволюции и в целом оценивались знания по этой теме. В результате выяснилось, что большая часть, а именно около 68% опрошенных вообще толком не разбирались в теории эволюции в естественном отборе. После всех исследований учёные пришли к выводу о том, что чем больше человек знает о теории эволюции, тем свободнее он её принимает. Поэтому при подготовке этого видео учитывалось, что зрители канала более склонны к познанию мира и воспримут эти данные адекватно. Тема связи религии и науки, кстати, довольно объёмна, так как есть и вред и польза от неё. Многие помнят и весьма печальные случаи, связанные с религией. Но некоторые духовные лидеры наоборот идут на контакт с учёными, чувствуя, что с увеличением степени образованности общества происходит отток их последователей. Самый популярный вопрос от священнослужителей к учёным по поводу энтропии, что на самом деле они видят как всё слажено и спокойно в мире и что это подрывает научные представления о нём. Тем самым священнослужители демонстрируют, что они совершенно не представляют с какой скоростью Земля несётся во Вселенной и как быстро происходят химические реакции и другие процессы даже в их собственном организме. И многие не понимают, что человеческому глазу для выживания на данный момент нет необходимости видеть сверхбыстрые микроскопические объекты. У некоторых обитателей планеты зрение куда лучше. Так, к примеру, таракан различает движение в 0,002 мм, а гриф может видеть мелких грызунов на расстоянии 5 км. Всё это также подтверждает взаимосвязь между уровнем знаний человека в науке и его убеждениями. Кстати и позиция и методы науки вызывают большую симпатию людей в том числе из-за признания своих ошибок и постоянный поиск истины. А в следующем исследовании ученые собираются изучить, какие вмешательства и средства массовой информации могут быть наиболее эффективными в улучшении образования в области эволюции. А мы пока будем дальше совершенствовать свои познания. Кстати, небольшой опрос, который я продублирую и в аннотациях к видео, для тех, кто досмотрел видео до конца. При просмотре художественных фильмов про ограбление банков, за кого вы болеете? Пять вариантов. И свой вариант в комментариях. Заранее благодарю за просмотр до конца и участие в вопросе. А если найдутся и те, кто сможет увязать этот опрос с темой видео, то я буду очень рад за уровень интеллекта зрителей канала.